В феврале Макрон произвел фурор, заявив о готовности в будущем разместить в Украине войска. Однако вскоре он просто исчез с радаров, пишет Responsible Statecraft. Что же изменилось? Оказывается, такому поведению французского президента есть довольно простое объяснение. Прекрасив войну с Россией, Макрон почти так же внезапно исчез с радаров. С тех пор он не только смягчил свою воинственную риторику, но не предоставил Украине существенной военной и финансовой поддержки, подобающей статусу Франции как ведущей экономической и военной державы Запада. Когда вспыхнул конфликт в Украине, Макрон попытался сыграть роль посредника. Сам Макрон побывал у Путина в Москве в начале февраля 1922 года, всего за несколько недель до начала Российской войны в Украине. И буквально накануне этого судьбоносного шага Макрон искренне полагал, что благополучно предотвратил боевые действия телефонным разговором с Кремлем. Но что же изменилось? Во-первых, к началу 1924 года французская разведка заключила, что Украина безнадежно проигрывает. Неудачное контрнаступление лета 1923 года съело лучшие части ВСУ. Россия пополняет резервы быстрее Киева, а поддержка Запада едва ли вернется к пику в первые месяцы конфликта. Во-вторых, Макрону предстояли июньские выборы в Европейский парламент. Все опросы сулили сокрушительное поражение, поскольку Макрону нечем было похвастаться за 7 лет пребывания у власти. Третьим соображением оказалась Германия. В первые месяцы конфликта Берлин заявил о неожиданно жесткой позиции против России и провозгласил так называемый «поворотный момент», пообещав исторические вложения в оборону. Последнее, однако, насторожило Францию. Иными словами, Париж не мог оставить вооружающуюся Германию без внимания. В этом контексте своей февральской угрозой военного вмешательства Макрон стремился убить сразу трех зайцев. Во-первых, он надеялся, что открытые угрозы прямого вмешательства изменят расчеты Кремля. Макрон рассчитывал, что, столкнувшись с перспективой прямого столкновения со стороной НАТО, Путин станет сговорчивее насчет дипломатии. Во-вторых, Макрон считал, что эта угроза застолбит за ним репутацию эффективного лидера ЕС и Запада, а также сплотит электорат в патриотическом порыве в преддверии выборов Европейский парламент. И, наконец, в-третьих, он полагал, что ястребиная позиция нейтрализует стимулы Германии к перевооружению. Однако Макрон никогда не был всерьез настроен на прямое вмешательство в Украине. Он лишь надеялся, что от его громких заявлений Путину сделается не по себе. Дипломатическая уловка Макрона мало что дала, поскольку Москва на нее не клюнула. К тому же Париж не собирался рисковать войной с Россией ради Украины. А основные принципы внешней политики Макрона лишь частично пересекаются с администрацией Байдена и ее упором на либеральный миропорядок. Макрон прекрасно знает, что нравится Вашингтоне, и включает правильную риторику всякий раз, когда нужно заручиться его поддержкой.